Влад Пресняков Роман Андреевич, являюсь членом правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, также являюсь медицинским юристом и магистром права. Свой карьерный путь начинал в городской страховой медицинской компании, в последующем работал в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, сейчас работаю в государственных учреждениях, также работаю в организациях частного типа. В целом считаю себя коллегой вашим, потому что я весь свой карьерный путь всегда выступал на стороне врачей и продолжаю также выступать. Сегодняшняя тема нашей лекции является тенденция развития цифровизации и телемедицины в медицинских организациях с позицией юридической службы. В целом тема является достаточно перспективной и достаточно актуальной, потому что в рамках того процесса развития здравоохранения, который мы наблюдаем сейчас, министерство здравоохранения, органы исполнительной власти определили, что это будет одним из основных направлений реализации тех, и точнее преодоления тех проблем, которые в здравоохранении накопились за длительный промежуток. И в целом, наверное, это является наиболее оптимальным и верным путем решения сложившихся проблем. И, наверное, в перспективе 5-10 лет наше здравоохранение будет себя чувствовать явно лучше и, в принципе, будут решены большая часть тех проблем и задач, которые стоят перед нашим здравоохранением. Поэтапная трансформация здравоохранения в цифровое здравоохранение полностью соответствует целям повышения эффективности в сфере здравоохранения. В первую очередь это повышение эффективности управления здравоохранением. Если ранее все равно и даже на данный момент любое повышение эффективности носило все-таки ручной характер, то в перспективе в рамках накопления больших данных решение будет носить достаточно общий характер, точнее даже конкретный. Когда большой объем данных будет аккумулироваться, в последующем будут приниматься решения в отношении отдельного субъекта, в последующем в отношении отдельной медицинской организации, а дальше на уровне конкретного подразделения, а как следствие на уровне отдельного даже врача. Опять же, все это зависит от объема больших данных, которые будут поступательно накапливаться и которые уже копятся в рамках Единогоситарской информационной системы здравоохранения. Второе. Это реализация механизма поддержки врачебных решений. На данный момент реализация механизма поддержки врачебных решений как таковая отсутствует, потому что нет недостаточного количества больших данных, которые позволяют определить тот или иной подход, который имеет более актуальный характер, выработать то или иное решение, которое позволяет саккумулировать информацию и в последующем определить это решение. И, соответственно, у нас реализация механизма поддержки врачебных решений есть только на данный момент, наверное, в скорах. Не знаю, насколько это актуально для регионов, но в первую очередь это актуально для Москвы и Санкт-Петербурга, где у сотрудников скорой медицинской помощи есть определенные планшеты. Опять же, не знаю, насколько это распространено, потому что это все носит до сих пор точечный характер, но, насколько мне известно, в рамках этого года эта все-таки программа была расширена. И в рамках данных планшетов медицинские сотрудники определяют анамнез, определяют основные клинические проявления того или иного заболевания, то есть по факту выбирают их. И, как следствие, у нас программа выдает определенный диагноз со знаком вопроса. И, соответственно, принимает решение врач по поводу маршрутизации пациента, куда в дальнейшем направить пациента. В перспективе данный механизм будет распространен на все виды оказания медицинской помощи, то есть в рамках оказания, в том числе, амбулаторной помощи. Когда приходит пациент, врач собирает анамнез, смотрит непосредственно результаты лабораторных исследований, и в последующей программе ему предлагают один или два диагноза. С одной стороны, это, возможно, в перспективе упрощает работу врача, а с другой стороны, это может иметь определенный ложный характер. Поэтому система всегда будет выдавать несколько решений. Но, опять же, это все носит перспективный характер. На данный момент идет накопление данных, и как долго он будет продолжаться, и когда все это завершится, пока является вопросом. Но при этом необходимо указать, что если про повышение эффективности управления здравоохранением, мы можем говорить о том, что данный пункт будет реализован в перспективе до 2025 года, после того, как все медицинские, в тот момент, когда все государственные учреждения перейдут на систему электронного здравоохранения в рамках медицинско-информационной системы, то про реализацию механизмов поддержки врачебных решений можно говорить о перспективе 2030 года, когда непосредственно уже будет накоплен достаточно большой массив данных, будет отработана система непосредственно принятие эффективного управления, ну и, соответственно, дальше будут вырабатываться механизмы поддержки врачебных решений. Но, опять же, повторюсь, это перспектива 2030 года. Насколько это будет и как это будет реализовано, пока еще, конечно, сложно говорить. Также это возможность аналитики данных для улучшения качества методов оказания медицинской помощи, о чем я уже также в части сказал. Это в первую очередь связано, опять же, с тем, что на приеме врача пациент говорит свои жалобы, говорит, что у него и где болит, врач собирает анамнез, и система предлагает тот или иной метод решения. И также, соответственно, метод оказания медицинской помощи в последующем определяет систему, насколько он был эффективен, насколько он актуален, и, соответственно, методы оказания медицинской помощи неактуальны, неэффективны, будут поступательно отсеиваться. И, соответственно, врач будет в последующем ограничен. Понятно, что у нас у всех организм индивидуален, понятно, что пациенты зачастую имеют нетипичное течение того или иного заболевания во многих случаях, при этом самые неэффективные методы системы также в перспективе отсеют и оставят какое-то количество перспективных. Вероятно, это все также будет реализовано до 2030 года, либо до 2033 года. И, соответственно, четвертый пункт, это совершенно носит футуристический характер, это развитие персонализированной медицины, ориентированной на предупреждение болезней, а не только на борьбу с ними. Вероятно, это будет реализовано уже до 2035 года. Так далеко сложно загадывать. При этом основной вектор развития на данный момент ЕГИ, первые три пункта охватывают в качестве обязательных, ориентированных, ну и четвертый носит скорее перспективный характер. Насколько все это будет реализовано, сложно судить, но, вероятнее всего, будет все реализовано в перспективе 2030 года, касаемо первых трех пунктов, и четвертый до 2035 года. Уровень аккумуляции цифровых данных. На данный момент мы имеем несколько уровней. Это непосредственно первая федеральная система ЕГИ, система здравоохранения, которая аккумулирует основной массив обезличенных данных с регионального фрагмента ЕГИ и также с медицинской информационной системы. Как происходит процесс? В рамках оказания медицинской помощи происходит заполнение медицинской документации в электронном виде. Данный объем информации передается на сервера медицинской организации. В последующем, опять же, зависит от специфики учреждения, информация передается либо непосредственно сразу на уровень региональный, в медицинские информационно-аналитические центры, так называемые. В каждом субъекте они называются по-своему. Либо однократно, либо двукратно, в течение суток данная информация также передается в региональные информационные центры, аналитические информационные центры. В последующем, в свои сроки, установленные региональные информационные центры, передают это на федеральный уровень. На федеральном уровне данная информация носит обезличенный характер, при этом некоторые атрибуты персональные сохраняются в целях осуществления аналитики. И о тех непосредственно решениях, о которых мы говорили, это повышение эффективности управления здравоохранением. На данный момент Единая государственная информационная система в целях здравоохранения только аккумулирует данные, эти данные. В последующем они будут уже анализироваться. На данный момент только происходит аккумуляция. На региональном сегменте также происходит аккумулирование и в последующем также будут приниматься решения. Не совсем понятно, как все это будет реализуемо, с учетом того, что есть две конкурирующие системы. Понятно, что на региональном уровне данная информация аккумулируется, но на данный момент она анализируется, наверное, скорее в основном объеме. На федеральном уровне в меньшем, потому что пока количество данных недостаточно, система не отработана в полном объеме. Но в перспективе основные аналитические анализы будут осуществлять на федеральном уровне, а на региональном уровне будут контролировать исполнение. Это в первую очередь. И в последующем также взаимодействие с медицинской информационной системой, медицинские организации в целях контроля, качества работы и так далее. Но пока все это работает недостаточно хорошо, потому что, опять же, повторюсь, происходит только становление системы, и насколько это будет в последующем все работать, пока вопрос. Потому что если мы исходим из нормативно-правового регулирования, нормативно-правового регулирования в принципе определяет все необходимые вопросы, если мы говорим про единую систему. Но при этом, насколько это все актуально будет через год или через два, к сожалению, пока сложно сказать. Но будем надеяться, что все будет работать корректно, и в целом все вопросы, которые стоят перед единой системой, будут решены. Ну, опять же, да, первый уровень, как я сказал, федеральная система ЕГИС, второй это региональный фрагмент, третий это медицинская информационная система, медицинские организации. Ну и четвертый я выделяю, хотя он не является таковым, это электронная медицинская карта пациента. Потому что какая цель уровня аккумулирования цифровых данных? Это первая медицинская организация, которая только для работы, потом второе это принятие решений, да, на данный момент. И первое тоже, также принятие решений. При этом электронная медицинская карта пациента, это непосредственно знакомство, да, со своими медицинскими данными и также понимание, где тебе какие услуги оказали, в каком качестве, куда ты записался, какие лабораторные исследования. В принципе, это ориентировано на удобство пациента. Можно ли это отнести к уровню аккумулирования цифровых данных? Мы думаем, что да. Это связано в первую очередь с тем, что пациент также должен знакомиться со своими результатами. Ну и также мы указываем на национальные информационные системы. К сожалению, это, как видите, здесь номер отсутствует, потому что пока это совершенно не актуально. Мы с научной группой проводим большое исследование, касаемое в том числе информационных систем в рамках ЕАЭС. Также, где мы проанализировали Российскую Федерацию, все регионы, касаемо электронной медицинской карты, регулирования регисов, регулирования телемедицины. Об этом в части будет сказано позднее. И в целом установили, что в последующем, с учетом тех интеграционных процессов, которые у нас наблюдаются, в первую очередь миграционные процессы, связанные с перемещением трудовых ресурсов, в перспективе в рамках ЕАЭС будет формироваться наднациональное регулирование и наднациональная информационная система, куда по факту все данные будут передаваться в целях оказания, надлежащего оказания медицинской помощи в рамках того или иного участника ЕАЭС. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Россия в том числе. И, соответственно, оказывать надлежащую медицинскую помощь, потому что на данный момент есть определенные проблемы, когда те хронические патологии, которые есть у пациента при перемещении в другую юрисдикцию, он не может получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Потому что, во-первых, у него, к сожалению, есть ограничения в языке зачастую, отсутствует медицинская документация, отсутствует правоприемственность здравоохранения, ну и, как следствие, соответственно, оказание качественной медицинской помощи остается под большим вопросом. Но в перспективе и с учетом тех наднациональных, да, интергационных процессов данный вопрос будет решен. К сожалению или к счастью, на данный момент передача медицинских сведений, вставляющих врачебную тайну, медицинских сведений в широком смысле, имеет только точечный характер и передается между Россией и ЕС. В отдельных случаях, когда тому или иному нашему гражданину требуется оказание медицинской помощи за рубежом. И зачастую это связано с большим объемом бюрократических проволочек. Если будут отдельные вопросы, потом в рамках вопроса-ответа сможем раскрыть. Основные документы, регламентирующие функционирование ЕГИС в Российской Федерации. В первую очередь это 323-й федеральный закон, в рамках которого закладывается основа функционирования ЕГИС. Потом основные все-таки документы, постановление правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года номер 555 о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, которому утверждены положения ЕГИС. Мы также о нем далее скажем. Потом постановление правительства Российской Федерации номер 444 об утверждении правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки, предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставления ими услуг с информационной системой в сфере здравоохранения и медицинских организаций. О чем данный нормативно-правовый акт? Если второй понятно, то данные о дополнительных системах, которые идут зачастую с ЕГИС, ну в данном случае с МИСами. К сожалению, МИСы на данный момент охватывают далеко не все категории необходимых операций. Зачастую требуется дополнительное программное обеспечение, которое идет поступательно. Конечно же, МИС все-таки расширяется и, соответственно, становится более, нельзя сказать, объемной, но более функциональной системой. Но при этом на данный этап есть сторонние приложения, сторонние программы, которые регулируют те или иные вопросы. В первую очередь, это связано с бережливой поликлиникой, которая поступательно также интегрируется с МИСами. Основные новые возможности, непосредственно связанные с информационными технологиями, были приняты в 2017 году с принятием закона 2242, который внес изменения в 323-й федеральный закон. И в первую очередь он определил, что допускается оформление информированного добровольного согласия в электронной форме. Это предусмотрено частью 7-й статьи 20. Определяется о совместной медицинской помощи, оказывается применение телемедицинской технологии, статья 36.2-323 федерального закона. О ней мы скажем дальше. Разрешается выдача заключений справок, рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа с использованием сильной квалифицированной электронной подписи. Об этом мы также скажем несколько дальше. Это пункт 3 статьи 78 323 федерального закона. Определяется порядок информационного обеспечения в здравоохранении, статья 91 323 федерального закона. Положение ЕГИС в сфере здравоохранения, статья 91.1, которая закладывает основные положения в части ЕГИС в сфере здравоохранения. Транформация здравоохранения и создание единой системы. Ну вот, как уже было сказано, это непосредственно постановление правительства Российской Федерации номер 955 о ЕГИС в сфере здравоохранения. Что вообще входит в понятие непосредственно той самой единой системы? В первую очередь, это вот задачи, которые определяет ЕГИС, структура и порядок ведения ЕГИС, порядок и сроки предоставления информации в ЕГИС. Участники информационного взаимодействия, которые входят в первую очередь, конечно, это медицинские организации, органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, медицинские информационные аналитические центры, далее это органы исполнительной власти на федеральном уровне, в сфере здравоохранения, в данном случае это Минздрав, и также аналитический департамент при нем. При нем порядок доступа к информации, порядок ее защиты, требования к программно-техническим средствам. Непосредственно вот небольшой статистический анализ. К сожалению, информация на 2018 год, за 2019 год на данный момент не получилось получить данную информацию, но тем не менее. Если мы обратим внимание, медицинские организации, передающие случаи оказания медицинской помощи в электронном виде, поступательно количество таких медицинских организаций растет. Если на начало 2018 года, на март месяц, у нас было порядка 25-30 таких медицинских организаций, то к концу 2018 года, к декабрю, это уже было почти 230-240 медицинских организаций, которые передавали сведения хотя бы на региональном уровне. Да, то есть медицинские информационно-аналитические центры. Ну и, соответственно, в 2019 году также был поступательный рост, причем он также рос. Это было связано с подключением всего большего количества медицинских организаций к единой системе. Это первая очередь. Второе, вот если вы обратите внимание на графики, секунду, декабрь 2018 года, запуск мини-мисс. Сейчас, насколько вам, я думаю, известно, большинство медицинских организаций отходит от мини-миссов и переходит непосредственно к миссам. И, к сожалению, да, этот график отсутствует, но в 2019 году также был взрывной рост количества подключенных медицинских организаций. На сегодняшний день у нас в том или ином виде подключены почти все. В следующем году последний этап подключения медицинских организаций, да, интеграция миссов. В связи с этим у нас есть ряд сложностей на уровне отдельных субъектов. В Москве, насколько мне известно, данные вопросы решили. Это в первую очередь связано с закупками. Я думаю, этот вопрос отдельно интересен для организаторов здравоохранения, которые понимают, что есть определенная конкуренция на уровне субъекта, в рамках которой у нас достаточно большое количество предложений от поставщиков миссов. И в рамках этих предложений медицинские информационные системы, можно сказать, что разнообразны. И, во-вторых, имеют различные сложности в специфику. И, как следствие, имеется определенная сложность в рамках закупок. И, соответственно, в следующем году у нас будет решен вопрос с интеграцией и развертыванием миссово всех медицинских организаций. И в следующем году будет окончено. В рамках Санкт-Петербурга Тончина, Москвы, в регионах до 2025 года планируется все медицинские организации подключиться к единой системе. В случае оказания медицинской помощи, переданной в подсистему электронной медицинской карты Санкт-Петербурга. Как мы видим, наблюдается поступательный тренд на рост числа случаев оказания медицинской помощи. Если, опять же, до 2018 года статистические данные в феврале было чуть больше 500 тысяч, то под конец года, конечно, в ноябрь-декабрь имел, это связано в том числе с подключением мини-миссов, некоторые снижения. Но, в целом, планка 2000 была достигнута. Ну и вот, как мы пишем, если с 2017 года по март 2018 года среднее число переданных случаев медицинского обслуживания было примерно полмиллиона, то с апреля 2018 года примерно полтора миллиона. Общим итогом в 2017 году было передано 6,6 миллионов случаев медицинского обслуживания, а в 2018 году уже 16 миллионов. Соответственно, в 2019 году это количество также увеличилось, ну и 2020 год, к сожалению, на данный момент не закончился, но количество случаев растет, в том числе связано это с телемедицинской помощью, о которой будет сказано далее. И, соответственно, количество будет поступательно расти, с учетом того, что почти все медицинские организации будут переведены, но на данный момент еще не все, как это уже было сказано. Основные организационно-правовые риски на региональном уровне. Первое – это отсутствие нормативного правового регулирования, обеспечивающего использование единых стандартов медицинских данных, которые должны быть зашифрованы, определенной системой шифрования. Это отдельная большая проблема, о которой я уже немного сказал, что на региональном уровне зачастую у нас есть несколько поставщиков, которые поставляют медицинские информационные системы. Извините, пожалуйста, сейчас, секунду. Как это уже было сказано, да, отсутствие нормативного правового регулирования, обеспечивающего использование единых стандартов. То есть у нас поставщики зачастую используют разные системы. Кто-то свою медицинскую информационную систему базирует на Windows, что, кстати, исходя из действующего регулирования, у нас имеются вопросы, потому что это, возможно, не совсем корректно. Также на Linux, да, как основные медицинские информационные системы, некоторые на 1С. И, соответственно, везде разные подходы в организации работы системы, второе в шифровании и как следствие передачи данных. И, соответственно, как итог, это непосредственно обеспечение сохранения сведений, ставляющих в учебную тайну в закрытом виде. То есть, чтобы у нас не было повторной реидентификации и, соответственно, доступ к ней. Дальше об этом будет сказано, что, например, в Англии в том числе в свое время был достаточно большой объем данных передан на уровень федеральный. Ну, у них не федеральный, да, это понятно. В который в последующем подвергся реидентификации. И, как следствие, многие сведения, ставляющие врачебную тайну, а это, насколько известно, достаточно чувствительные данные, в итоге стал доступен неограниченным количеством субъектов. Ну и, соответственно, был большой скандал, который затормозил развитие всего цифрового здравоохранения в Англии. Ну и этот случай, кстати, можно говорить и про другие страны, в том числе Европейский Союз, который предельно осторожно подходит к цифровизации здравоохранения и к вопросам телемедицины. Поэтому у них, хоть и считают, что этот вопрос решен, но, к сожалению, у них есть разные подходы и не совсем понятно, куда это будет развиваться. К сожалению, исходя из некоторых тезисов, можно говорить, что они исходят из того, что бумага надежнее. Ну, это их подход. Второе – это обеспечение безопасной обработки, хранения и передачи персональных данных о пациентах и, в частности, информации, составляющей медицинскую тайну. Ну, об этом я уже сказал. И риски нарушения международного конституционного принципа неприкосновения с частной жизнью. Ну, также я сказал, что при условии повторной реиндификации могут произойти определенные сложности. Когда у нас, да, конституционные принципы неприкосновения с частной жизнью, в принципе, будут доступны многим, да, сведения, составляющие врачебную тайну. Но, опять же, повторюсь, это предельно чувствительные данные, и с ними всегда надо быть поосторожнее. И необходимость адаптации действующей нормативно-правовой базы к современному реалию в целях реализации новых перспектив использования цифровых данных. Ну, об этом также будет сказано, но исходя из нашего большого исследования, вывод первый. На региональном уровне у вас присутствует достаточно большое количество различных нормативно-правовых актов. К сожалению, они принимались в различные периоды, отсутствует единый подход, отсутствует систематизация, имеется большая пробельность. И, к сожалению, если Москва и Санкт-Петербург данные вопросы урегулировали, особенно Москва, то при регионах, к сожалению, на данный момент данный вопрос носит разрозненный характер. Плюс, зачастую нормативно-правовые акты, они имеют статус не нормативно-правовых актов, и даже не подзаконных, да, на уровне субъекта, а на уровне отдельных инструкций и распоряжений. То есть, носит локальный характер в органах экспонативной власти в сфере здравоохранения, либо в аналитических медицинских центрах, опять же, субъектов. Это тоже большая проблема, потому что единый подход должен быть выработан на уровне субъектов и, как следствие, на федеральном уровне, чтобы не было последующих проблем. Потому что отсутствие единого подхода формирует большие проблемы, да, лазейки для того, чтобы эти данные получить и в последующем использовать в противоправных действиях. Ну и на межгосударственном уровне это отсутствие единого понятийного аппарата, как фактор, препятствующий возглашению общих принципов и выработке единых подходов к созданию совместных национальных медицинских информационных систем. Проблемы. Ну, если вкратце. Первое – это отсутствие единых стандартов медицинских данных на уровне электронной медицинской карты пациента. Это проблема в интеграции данных на уровне медицинских информационных систем. Проблема в обмене информацией. На уровне национальных и региональных информационных систем препятствия для искусственного интеллекта и машинного обучения. Но, опять же, это перспективно. И на наднациональном уровне это проблема в обмене информацией. Проблема два – это обеспечение безопасной обработки, хранения, передачи персональных данных о пациентах и, в частности, информации, составляющих врачебную тайну. Но об этом уже было сказано. Необходимость адаптации действующей нормативной правовой базы к современному реалию в целях реализации новых перспектив и использования цифровых данных. Также об этом было сказано, что на региональном уровне носит пробленность, на федеральном уровне, хоть и нормативная права базы и достаточно, но, опять же, насколько она соответствует перспективному развитию – это большой вопрос. И также риски нарушения международных и конституционных принципов неприкосновения с частной жизнью иных прав пациентов и гражданина. Первое – это баланс публичного и частного, право на отказ от цифровизации. Может гражданин отказаться от цифровизации, так же, как отряды своих документов. Право на анонимность, право на забвение. Право пациента на регулирование доступа к информации. Необходимо учитывать технические и материальные возможности, уровень компьютерной грамотности. Поэтому все это крайне важно и, к сожалению, действующий регулирование не до конца разъясняет те или иные вопросы. Возможно, с учетом формирования конфликтных ситуаций данные вопросы получат свое развитие и соответствуют как следствие решения. Будем на это надеяться. Немного о персональных данных. Насколько вам известно, в соответствии с статьей, в статье 13 регулируют вопросы врачебной тайны. Часть первая – это сведения о факте обращения гражданина с заказанием медицинской помощи, состояние его здоровья и диагноза, а также иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении. Часть вторая – обязанность по соблюдению врачебной тайны налагается на лица, которым она стала известна при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностях. Часть четвертая – сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены фактически в любых целях на основании согласия пациентов. Часть четвертая – основания, допускающие разглашение сведений, составляющих врачебную тайну и без согласия пациентам. В целом, да, как у нас, да, у юристов говорится, что любая врачебная тайна является персональными данными, но не все персональные данные являются врачебной тайной. Поэтому положение из федерального закона о персональных данных также частично регулирует вопрос, связанный со сведениями, составляющими врачебную тайну. Статья 10, да, специальная категория персональных данных, обработка, а врачебная тайна относится к данной категории, обработка специальной категории персональных данных, касающейся расовой и национальной принадлежности, политических, религиозных или философских убеждений, состояние здоровья, интимной жизни не допускается. Это основной тезис. Часть 2. Основание передачи данных третьим лицам. Субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных. Согласие должно содержать конкретную цель обработки. Персональные данные сделаны общедоступным субъектом персональных данных, то есть когда лицо само разгласило сведения, составляющие врачебную тайну. Обработка в целях оказания медицинской и медико-социальных услуг при условии, что обработка осуществляется лицом профессионально занимающейся медицинской деятельностью и обязана сохранить врачебную тайну. Это к тому, что сведения, составляющие врачебную тайну, и разглашению не подлежат. И с данными сведениями необходимо обращаться предельно корректно, предельно аккуратно. Исходя из того, что есть различные сферы, к сожалению, зачастую медицинские работники пренебрегают. Особенно связано в случае, если приходит какой-то знакомый, далекий знакомый. И зачастую это заканчивается для нас, для юристов, большим ворохом проблем, ну и как следствие проблем для врачей. Соответственно, данные вопросы должны всегда иметь, в отношении данных вопросов, должен быть этический, этико-ориентированный подход. И, соответственно, сведения, составляющие врачебную тайну, должны всегда охраняться, в том числе лицом, который получил к ним доступ. И с учетом того, что есть некоторые области особо, острые, это чувствующие, в первую очередь, это психиатрия. Как следствие, в данных областях сведения, ставящие врачебную тайну, имеют особую роль, особый контроль. И все врачи в данной области предельно аккуратно с ними работают. К сожалению, другие области это так остро не рассматривают, но с учетом повышения конфликтности, количество таких дел будет расти, и как следствие, больше будет проблем. Ну и, соответственно, вероятнее, врачи в первую очередь будут аккуратнее с данной информацией обращаться. Немного о акте прямого действия, да, в рамках Европейского Союза. В какой части это интересно для нас? В первую очередь, последующей имплементации данных положений в законодательстве Российской Федерации. Реглами составляет государство-члены Европейского Союза свободу действий в целях определения предписаний, в том числе для обработки особых категорий персональных данных. Данные о состоянии здоровья – все данные, которые относятся к состоянию здоровья субъекта данных. Информация, полученная в результате исследований и обследований части тела или телесного материала, включая генетические данные и биологические образцы, а также любая информация, например, о заболевании, инвалидности, риске заболевания, медицинском анамнезе, клиническом лечении, или о физиологическом и медико-биологическом состоянии субъекта данных, независимо от источника данных. Например, они могут быть получены от врача или другого медицинского работника больницы, медицинского оборудования или в результате диагностики в лабораторных условиях. Данные о состоянии здоровья – специальная категория персональных данных. Общие правила – запрет на обработку. Это ключевой запрет на обработку. В каких случаях может быть преодолен данный запрет только при соблюдении одновременно двух условий? Первое. Если сам субъект данных дал согласие на создание профиля, или если имеет место значимый общественный интерес в области общественного здравоохранения. Если имеются приемлемые меры защиты прав, свобод и законных интересов субъекта данных. То есть, в Европейском Союзе предельно остро стоит данный вопрос, в рамках которого пришлось принять данные положения. И, соответственно, обработка персональных данных, особенно сведений, ставляющих врачей в тайну, носит предельно сложный характер. И, как следствие, развитие единых систем в рамках здравоохранения по факту не осуществляется. В каком-то виде они есть, но в последующей интеграции развития носит предельно спорный характер. Но посмотрим, как все будет дальше развиваться. Ну, и, как уже было сказано, основания, допускающие обработку персональных данных в общественных интересах. Субъект данных дал прямое согласие. Обработка необходима для защиты жизненных интересов субъекта данных или другого физического лица. Обработка относится к персональным данным, которые субъект данных явно сделал общедоступным. То есть, по факту, сам опубликовал на странице в социальных сетях. Например, электронная медицинская карта пациента – источник наиболее чувствительной информации. Электронная медицинская карта включает в себя структурированные, обезличенные сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь. Электронная медицинская карта содержит информацию о лицах, в отношении которых проводилась экспертиза, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования. Электронная медицинская карта содержит определенную форму защиты от сведений, от несанкционированного доступа, но при этом формирует инструмент для повторной идентификации лица оператором единой системы. Оператором единой системы является Минздрав. Насколько все это возможно в рамках регионального уровня – это вопрос. Потому что прямо это нигде не указывается, но можно предположить, что и на региональном уровне также формирует система возможной реидентификации. Хотя, опять же, в рамках действующего регулирования у нас возможна только повторная реидентификация на федеральном уровне непосредственно самим оператором единой системы. Немного о содержании электронной медицинской карты. На примере электронной медицинской карты Петербургца. Хотелось бы обратить ваше внимание, в принципе, на уровне Москвы имеется похожее распоряжение. Насколько помню, это не распоряжение, а приказ. И в целом номенкулатура информации там несколько шире. К сожалению, у нас она ограничена. Но в последующем явно будет расширяться, потому что данный объем медицинской информации недостаточен. В первую очередь, это содержит определение электронной медицинской карты Петербургца, под которой понимается данное распоряжение. Это интегрированная электронная медицинская карта пациентов в Санкт-Петербурге, представляющая собой совокупность электронных персональных медицинских записей, относящихся к отдельному пациенту, собираемых, передаваемых и используемых медицинскими организациями Санкт-Петербурга. В принципе, достаточно ясно, да, что у нас понимается под электронной медицинской картой Петербургца. Состав электронных медицинских документов и сведений, да, электронных персональных медицинских записей. В первую очередь, это первый лист медицинской карты стационарного больного, форма 003У, талон амбулаторного пациента, выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественного образования, контрольная карта диспансерного наблюдения больного злокачественного образования, направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию. Направление на лабораторное исследование, в том числе направление на прижизненное патологоанатомическое исследование, биопсии материала, сведения о приведенных профилактических прививках, статистическая карта выборшего из стационара, эпикрис выписной, этапный эпикрис на ребенка, диспансер на больного и далее. Также направление на медико-социальную экспертизу, сведения о мероприятиях по медицинской реабилитации, протокол осмотра врачей и так далее. Ну и конечно же, да, рецептные лекарственные препараты и медицинские изделия и сведения об оформлении или искании трудоспособности. На данном этапе все медицинские информационные системы должны быть интегрированы в рамках ЕГИС, вне зависимости от форм собственности. Данное положение внес еще 242-й федеральный закон, который как раз определил, как мы уже говорили, положение о единой системе, телемедицинских информационных технологиях и так далее. Поэтому медицинский персонал должен с особого внимания ввести медицинскую документацию, так и появляется внешний контроль. Ну, об этом уже также было сказано на федеральном, на региональном уровне, когда пациент, а и также, конечно, в рамках электронной медицинской карты. Когда пациент может сам контролировать свое лечение, а в случае, если найдет расхождение, то подать жалобу, а в последующем обратиться в суд. Я думаю, что в регионах как минимум слышали, а как максимум встречались в данной ситуации, когда, к сожалению, у нас, можно говорить о том, что распространены переписки. И, как следствие, на данный момент формируется все больше жалоб, насколько мне известно, и также конфликтных ситуаций и, соответственно, дисциплинарное взыскание в отношении медицинского персонала. Когда пациент приходит домой, открывает свою электронную медицинскую карту, в рамках которой видишь, что получил то или иное лечение, хотя он никогда не был у этого врача, ну или в лучшем случае был, но неожиданно вылечили ему не два зуба, а десять. Ну и, соответственно, дальше разбирается страховая медицинская компания. При этом страховая медицинская компания, насколько мне, опять же, известно, на данный момент реагирует, в принципе, достаточно нейтрально, но в последующем, с учетом поступательного роста, поступательного увеличения взаимодействия электронной медицинской карты, я думаю, что это будет носить лавинообразный характер. В последующем этот вопрос будет стоять остро и, соответственно, для решения данной ситуации, возможно, все-таки последует увеличение тарифов и, как следствие, сокращение целевых показателей, которые должно достигать то или иное медицинское учреждение. Поэтому, возможно, это все будет во благо. Хотя, опять же, сначала пострадают многие. Необходимо превентивно формировать систему защиты при взаимодействии с группами риска, потребительский экстремизм. Если ранее для получения медицинской информации пациенту необходимо было все-таки преодолеть определенные барьеры, в первую очередь написать заявление с просьбой предоставления копии той или иной медицинской документации, то на данный момент, с учетом свободного доступа и легкости получения данной информации, он получает те или иные сведения, как следствие, в интернете потом гуглит или ищет иную информацию, как должна оказаться та или иная медицинская помощь, считает, что медицинская помощь оказана некачественно, ну и, как следствие, идет жаловаться в лучшем случае, а в последующем может идти и в суд. Ну, либо необоснованно требовать те или иные мероприятия. Соответственно, это тоже достаточно большая проблема. Риск повторной реиндификации. В рамках ЕГИС есть определенный порядок, который определен приказом Минздрава, обезличиваются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющие личность и так далее. Создается 128-значный числовой идентификатор. И, соответственно, применение метода изменения состава и семантики. Данный метод очень схож с тем, который действует в США. И, соответственно, можно говорить о том, что тот факт, что российский подход может иметь те же недостатки, что и на международном уровне. И, соответственно, с учетом постоянного роста вычислительных возможностей, риск повторной реиндификации также растет. И небольшой тезис. Было проведено исследование, где было установлено, что британские исследователи из Имперского колледжа Лондона, совместно с Жильон Хендриксом и из Львенского католического университета Бельгии, предложили статистическую модель количественной оценки вероятности того, что человек будет с высокой точностью правильно повторно идентифицирован даже при ограниченном количестве персональных атрибутов. Используя почтовый индекс, дату рождения и полус, сравнивая данные с социально-демографическими данными, авторы смогли идентифицировать лицо с вероятностью 7,7%. Если к указанным атрибутам использовать обезличенные данные из медицинской карты, вероятность повторной идентификации составит 99,8%. Соответственно, реиндифицировать пациента по ограниченному количеству атрибутов более чем возможно. А в строительственном вычислительном системе это будет, вероятнее всего, осуществлено. Медицинская документация позволяет выявить эрогенный дефект. Выемка и осмотр медицинской карты пациента и других документов медицинской организации является наиболее важным следственным действием. Позволяет определить, какой был определен план лечения, какие диагностические манипуляции провел врач для установки клинического диагноза, какое было проведено лечение, какие лекарства назначались пациенту и так далее. И, соответственно, да, с учетом передачи всей этой данной можно определить несколько уровней. То есть, Минздрав Российской Федерации, ему передается большой массив медицинской информации, которая содержит данные медицинских карт пациентов, планы лечения, записи о диагностических мероприятиях, медицинских манипуляциях и так далее. Большой массив медицинских данных позволяет снизить вероятность подлога, медицинская документация повысить раскрываемость этерогенных преступлений. То есть, в последующем сокрытие этерогенных дефектов уже будет представляться невозможным. И, соответственно, дефекты будут определяться в момент заполнения медицинского документа. С одной стороны, если у нас будут интегрированы аналитические системы, то они позволят, во-первых, не допустить ошибку врачу и, как следствие, снизить количество дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи и причинением вреда здоровью. Но, опять же, итог в теории. В первую очередь, это будет вопрос простоты выявления этерогенных дефектов. Проблема достаточности информации передана в единую систему в целях расследования этерогенных преступлений. Документы, позволяющие установить наличие дефектов в оказании медицинской помощи, являются в первую очередь карта амбулаторного пациента или карта стационарного пациента, а также и на медицинскую документацию. С учетом того, что мы пока ограниченно передаем медицинскую документацию в рамках единой системы, то это является недостаточным количеством для выявления этерогенных дефектов в проведении следственных действий. Соответственно, вот как я уже сказал, тот объем, который передается, является недостаточным. Для проведения полной и объективной проверки, помимо медицинской карты, пациенту требуется получение сопутствующей медицинской документации, в том числе документации из различных структурных подразделений медицинской организации. Необходимо расширить список переданных документов, а также законодательно закрепить, что информация, содержащаяся в документах, передается в полном объеме, а не только в значимой его части. Это не мой тезис, это тезис иных инстанций, так скажем. И, соответственно, на данный момент у нас количество переданной информации ограничено, и, соответственно, то количество, которое передаем сейчас, является недостаточным, и поэтому следователь запрашивает в том числе документацию в бумажном виде, и, соответственно, вопрос получения информации в электронном виде также стоит. На данный момент, насколько мне известно, пока это единичный случай, происходит выемка непосредственно с серверов. В последующем, наверное, как-то все это будет пересмотрено. По крайней мере, один такой случай точно известен. Немного о усиленной квалифицированной подписи. В первую очередь, получение результата криптографического преобразования информации с пользой ключей электронной подписи. Позволяет определить опыт, писавшего электронный документ, позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ. Ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате. Для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствовать требованиям. То есть, по факту, у нас усиленная электронная подпись, это та же самая подпись, и с учетом презумпции авторства, подписывая документ электронной подписью, она равна обычной. Наибольший интерес представляет положение оформления ЭДС в электронном виде. Выдача и заключение справок рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия в форме электронного документа с использованием усиленной электронной подписью медицинского работника. Основная проблема – использование сторонними лицами квалифицированной электронной подписью медицинских работников. Или получение доступа к сертификатам и использованию их в своих целях. То есть, зачастую достаточно бытовая ситуация, когда врач предельно занят, и он ординатор отправляет формировать медицинскую документацию. Соответственно, в том числе передает ему свою электронную подпись, ординатор заполняет, врач не читает. Ну и, как следствие, проблемы неустановки, кто как минимум дефект заполнения медицинской документации осуществил. И зачастую страдают врачи. К сожалению, такие случаи уже встречаются. Основные, ну понятно, что в рамках осуществления контрольных мероприятий страховыми медицинскими компаниями, но, насколько мне известно, и региональные подразделения роздравнадзоров тоже за этим следят. Основные нарушения на этапе выдачи квалифицированного электронного сертификата – это порядок создания, порядок хранения, доступ третьего лица, о чем уже было сказано. Также был законопроект, к сожалению, к счастью, данный законопроект подвис, ну и, наверное, в последующем не будет принят. Это, который подразумевал ответственность. Ответственность за умышленное нарушение должностными лицами аккредитативного удостоверяющего центра порядка выдачи. Ответственность за умышленную выдачу должностным лицам – это центр, да. Ответственность за умышленное нарушение должностными лицами порядка хранения ключа, а также порядка создания электронной подпися при помощи указанного ключа по поручению владельца квалифицированного сертификата. В целом, он был нацелен, в том числе, на регулирование вопроса с электронными подписями. Риски при расследовании правонарушения преступлений в сфере здравоохранения. Конечно же, да, законодатель устанавливает презумпцию достоверности, презумпцию авторства документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, устанавливает обязанность участников электронного взаимодействия обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей и, в частности, не допускает использования принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия. Порядок оформления согласия и порядок использования ключей от третьей милиции законодательно не регламентируется в сложности в установлении виновных отдельных медицинских работников и в привлечении их к уголовной ответственности. Соответственно, есть ряд проблем, которые должны быть решены. С учетом того, что поступательно интеграция в рамках единой системы растет, и мы все больше работаем с медицинскими информационными системами, то данные вопросы должны быть решены, потому что количество проблем только будет увеличиваться. И если мы не решим, как это говорит, все на берегу, то в последующем может быть вал сложностей из-за определенных простых вопросов, которые на данный момент даже не всплывают. Основная проблема, как я уже сказал, использование сторонними лицами, возможное решение разработки отдельной системы контроля за использованием электронных подписей. Телемедицина. Телемедицинские технологии. На данный момент у нас 323-й федеральный закон содержит определенные телемедицинские технологии. Это информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой с пациентами или их законными представителями. Индификацию и аудификацию указанных лиц. Документирование совершаемых ими действий при проведении консильного консультации дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. К сожалению, понятие телемедицины на данный момент в 323-й федеральном законе как таково отсутствует. Телемедицинские технологии это несколько иное, ключевое информационное технологии. И как следствие, то разнообразие правоприменительной практики это опробильность, которую мы наблюдаем на данный момент. С учетом об этом сейчас мы скажем. Данный вопрос регулирует статья 36.2, о которой мы уже сегодня говорили. Особенность медицинской помощи оказывается в применении телемедицинских технологий. Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий организуется и оказывается в порядке установленного полномочия федеральному органу исполнительной власти, а также в соответствии с порядком оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. Консультация пациентов или его законного представителя медицинской работы с применением телемедицинских технологий осуществляется в целях. Первое, это профилактика, сбор, анализ жалоб пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, принятие решений о необходимости проведения очного приема, осмотра консультации. Продолжение данной статьи. При проведении консультации с применением телемедицинских технологий лечащим врачам может быть осуществлена коррекция, это ключевое, ранее назначенного лечения при условии установления диагноза и назначения лечения на очном приеме. То есть, если только проведен очный прием, тогда можно осуществлять коррекцию. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим врачом после очного приема, осмотра консультации. Дистанционное наблюдение осуществляется на основе данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека и или на основании данных, внесенных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения или государственную информационную систему. То есть, это предельные возможности телемедицины. Дистанционное наблюдение. Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи влияется с соблюдением требований, как мы это уже говорили, в области персональных данных и врачебной тайны. В целях идентификации и аутификации участников дистанционного взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий используется единая система идентификации и аутификации. Это крайне важно, потому что зачастую у нас те сервисы, которые оказывают телемедицинскую консультацию, они это игнорируют. И дальше мы даже скажем, что на региональном уровне с учетом эпидемиологической ситуации данный вопрос несколько изменен. Несмотря на нарушения действующего законодателя, применяются иные положения. Но при этом явно это будет тем самым развитием, которое в последующем последует. Это в первую очередь идентификация лица через номер телефона. По крайней мере так реализовано в городе Москва. Документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с применением телемедицинской технологии, включая внесение сведений в его медицинскую документацию, осуществляется используя усиленно квалифицированную электронную подпись медицинского работника. Единственный допустимый порядок. Об электронной подписях мы уже сказали. Соответственно, единственный допустимый порядок это данные, которые будут потом заверяться электронной подписью. Сложности организации телемедицинских услуг. Ни законодательные, ни подзаконные акты не выделяют такой вид медицинской деятельности, как телемедицину. К сожалению. За исключением регионального нормативно-правового регулирования. Но об этом мы скажем чуть дальше. В соответствии с пунктом первого письма Минздрава Российской Федерации, телемедицинские технологии являются одним из способов дистанционного оказания медицинских услуг населения, что не предполагает получение лицензии на данный вид услуг. В рамках данного письма было разъяснено, что телемедицина по факту входит в медицинскую помощь в широком смысле. То есть получение отдельной лицензии не требуется, потому что это не отдельный вид услуги, а входит в систему. Как итог, телемедицинские сервисы рассматривают свои услуги. Пациент-врач не медицинскими, а информационными. А как следствие, врач не несет ответственности за качество оказываемых услуг. Но опять же, это в рамках коммерческих историй, в рамках частной системы, где учреждаются различные сервисы, и в рамках них оказываются те или иные телемедицинские консультации. Но по факту таковыми не являются, а являются только информационными. Цели телемедицинских консультаций. Это сбор анамнеза, анализ жалоб пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента, профилактика. По факту, только сбор анамнеза без диагностики. Проблема неполной, некорректной сбора анамнеза обычно происходит, потому что с учетом телемедицинских технологий, к сожалению, нельзя провести медицинские манипуляции, нельзя осуществить пульпацию тех или иных областей. И, соответственно, зачастую анамнеза собирается неполной, и, соответственно, как следствие, еще может быть некорректной. Итог – дефект диагностики. А раз дефект диагностики, то как может быть выбрана правильная таксика лечения? Принятие решения о необходимости проведения очного приема, дальнейшей маршрутизации ПЦ. То есть, если мы, опять же, исходим с того, что телемедицинская консультация, мы про первичную говорим, в последующем должна быть ориентирована направление пациента на очный прием, то с учетом неправильного сбора анамнеза, с учетом неправильной установки диагноза со знаком вопроса, может быть некорректная маршрутизация пациента. Ну и, как следствие, опять же, потеря времени и, как следствие, некачественное оказание медицинской помощи. На данный момент, насколько мне известно, на воскресенье судебная практика по таким делам отсутствовала. Но я думаю, что с учетом повышения количества телемедицинских консультаций с начала этого года, с учетом ковида, вероятнее всего, к концу этого года или к началу следующего, мы уже будем иметь некоторые кейсы, которые позволят определить, насколько правильно или неправильно оказываются телемедицинские консультации. И насколько высокая вероятность ядрогенного дефекта. Как итог, при проведении телемедицинской консультации врач может только осуществлять коррекцию ранее назначенного лечения, если он установил диагноз и назначил лечение очина. К сожалению, ограничено. И опять же, это только лечащий врач. У нас в соответствии с приказом Минздрава 965-Н ограничено количество субъектов, которые могут корректировать лечение. Это только лечащий врач. Вопрос преемственности не стоит. При этом в рамках пункта 47 приказа Минздрава Российской Федерации номер 965-Н содержится запрет на назначение медикаментозного лечения без предварительного очинного осмотра. А с учетом того, что основным направлением в рамках телемедицинской консультации, конечно же, в том числе медикаментозное лечение, хочется получить пациент, к сожалению, это нельзя. Но с учетом, исходя из той аналитической информации, которую я обладаю, можно говорить, что зачастую данный запрет нарушается, и как следствие, зачастую определяется то или иное медикаментозное лечение для пациента. На данный момент, опять же, отсутствуют какие-либо решения с учетом нарушений действующего регулирования. Но посмотрим. Мне кажется, что в перспективе 3-5 месяцев данный вопрос как-то раскроется. Но в соответствии с пунктом 46-47 приказа Минздрава номер 965Н устанавливается возможность коррекции лечения, в том числе формирования рецептно-лекарственных препаратов в форме электронного документа при условии установления диагноза и назначения лечения по данному обращению на очном приеме. Опять же, все завязано сочным приемом. Если врач видел пациента, тогда он может скорректировать лечение, формировать рецептно-лекарственный препарат, ну и, соответственно, дальше вести пациента. При этом, если у нас первичная консультация является телемедицинской, существует запрет, потому что, опять же, законодатель правильно определил, что может быть неправильно собрана анамнеза, и как следствие неправильно определена маршрутизация пациента, ну и, соответственно, диагноз. При этом, только лечащий врач может носить корректировку в процедуру лечения. Ну, об этом я уже сказал. При этом, в пункте 47 приказа Минздрава Российской Федерации номер 965Н содержится запрет на назначение медикаментозного лечения без предварительного лучного осмотра. Так, об этом мы сказали. Устанавливается возможность коррекции лечения, в том числе формирования рецептов при условии установления... Так, это мы также сказали. При этом, только лечащий врач может носить коррекцию... Так, да, а вот. Также необходимо указать, что телемедицинская консультация должна проводиться с применением единой системы идентификации и аутентификации, что игнорируется почти всегда. С учетом того, что основная масса коммерческих сервисов осуществляет информационные услуги, соответственно, применение единого сервиса идентификации и аутентификации игнорируется. Но в рамках государственных учреждений этот вопрос стоит достаточно остро. Об этом мы сейчас скажем. Ну, к сожалению или к счастью, не везде. Проблема законодательства субъектов Российской Федерации. Вопросы телемедицины в рамках субъектов регулируются достаточно давно. Еще до принятия 242-го федерального закона, который определил, что такое телемедицинские технологии. До внесения изменений в федеральный закон номер 323 у одних субъектов Российской Федерации уже действовала своя телемедицинская система, поэтому основной их целью стала усовершенствоваться системы другими субъектами Российской Федерации и пришлось создавать ее с нуля или бы перестраивать. Отсутствует на федеральном уровне определение понятия телемедицины – это проблема и очень большая, потому что телемедицинские технологии – это несколько иное. Телемедицина должна быть определена, чтобы было понимание, как дальше развивать данное направление. Топоровых актов субъектов Российской Федерации давно отличающиеся по объему понятий, но они есть. На наш взгляд, телемедицина должна пониматься в широком смысле, то есть включая в себя не только медицинскую составляющую, но и также непрерывное обучение, то, чем мы сейчас с вами занимаемся. За исключением образования получаем высших образовательных учреждений, проведение научных мероприятий, решение управленческих задач и другое. То есть должен быть предельно широкий смысл, который охватывает все направления, связанные с тем или иным медицинским взаимодействием. Есть необходимость также в разработке типового регламента по телемедицине. На федеральном уровне должен быть разработан типовый регламент, который определяет единый порядок о проведении телемедицинских результатов, поскольку дальнейшее развитие телемедицинской сети предполагает активное взаимодействие субъектов Российской Федерации друг с другом, а также с федеральными организациями. Потому что одно из направлений телемедицины у нас является врач-врач. Регламент должен закреплять определение используемых понятий, определять субъектов, участвующих в данных правоотношениях, поскольку состав участников в каждом субъекте Российской Федерации отличается. Установить общий алгоритм проведения телемедицинских консультаций, определить основные стадии требований к документу их состава, качество формата и другое, и определить ответственность участвующих лиц. Ну и, соответственно, вкратце, с учетом того, что у нас заканчивалось почти время, это изменение телемедицины в период пандемии. У нас два самых ярких нормативных правах акта. Это приказ Департамента здравоохранения города Москвы о применении телемедицинских технологий. Первая особенность – это идентификация происходит по номеру телефона. Взаимодействие врача и пациента может связаться посредством видеосвязи телефона и в рамках чья-то приложения телемедицинской информационной системы. Второе – это распоряжение Комитета по здравоохранительству на Петербург, оно не столь новаторское, это в первую очередь связано с идентификацией по номеру телефона. Это регистрация по телефону регистратуры, посредством заявки пациента в журнал, этого тоже раньше не было, и, соответственно, заявка на региональном портале. При этом идентификация и аутентификация также происходят посредством единой системы идентификации и аутентификации. Может, в последующие тоже перейдут на телефон, определение по номеру телефона. Соответственно, идентификация по номеру телефона носит более чем перспективный характер. При этом даже по видеосвязи нельзя будет достаточно определить, тот пациент это или иной. Поэтому данный вопрос требует еще и проработки. Но то, что происходит идентификация по номеру телефона, это явно носит перспективный характер. Ну и, наверное, выводы вместо заключения. Первое – единая система находится на этапе становления. В последующем вопросы, в первую очередь, гетерогенных дефектов, будут становиться остро. На данный момент, к сожалению, данные вопросы не проработаны. И, соответственно, говорить о том, что посредством электронной медицинской документации можно говорить о выявлении гетерогенных дефектов, пока в полной мере нельзя. Потому что требуется и иная документация. И второй вывод – телемедицина также находится в процессе развития. На данный момент имеется большая пробельность, которая формирует также достаточно большое количество проблем, как следствие нарушений. Соответственно, должен быть выработан единый подход, носящий более актуальный характер. И, как следствие, чтобы данные услуги были более чем доступны и просты. Будем надеяться, что в перспективе 3-5 лет все данные вопросы будут урегулированы. Большое спасибо вам за внимание. Благодарим вас, Роман Андреевич.